В выступлении позвучала фраза, что отказ в даче согласия будет незаконным. Это неправильно. Мы имеем право отказать в даче согласия. Мы здесь не суд. Весь смысл дать, не дать, это наше право. И большинство парламентов мира не дают согласия. Иначе теряется смысл неприкосновенности. Вы говорите, и мы все это можем с вами правильно понять, что деятельность не связана со статусом депутата. А если это провокация была? Провокация. Самое лёгкое дело подставить. Наркотик подбросить, патрон в карман в раздевалки положить, а потом обыск. Или провоцировать, якобы кто-то хотел кому-то дать взятку. Поэтому это вовсе не означает, что всё, виновен. Но мы с вами должны понимать, что большинство дел, возбуждаемых в отношении депутатов, так или иначе, в 99% случаев связано с их депутатской деятельностью. Если бы Митрофанов не был бы депутатом фракции «Справедливая Россия», то никакого возбуждения дела не было бы. Это месть депутату за его политическую позицию во время голосования в этом зале. Вы помните, когда было не очень чёткое большинство у «Единой России», и Митрофанов с его единомышленниками создал группу 8 человек, которая позволила иметь более 300 депутатов за решение. Из этого давайте исходить. Чего мы так всё забываем, с чего началось? И сейчас ему мстят. Я не говорю, что вся фракция. Но я считаю, что вообще обсуждение о судьбе депутата должно проходить в присутствии руководителей фракций. И только они должны выступать. Потому что они тоже несут ответственность политическую. Здесь же сидит председатель палаты. Он же мог заместителя оставить и уйти. У него что, дел мало, что ли? Но судьба депутата, это он, как председатель, отвечает. Для него мы все одинаково 450. И для фракции «Справедливая Россия». А он где руководитель фракции? Надо знать личность Митрофанова. Он очень часто переносил рассмотрение его законов. Я не понимал это. Зачем он это делает? Регулярно, хронически. Повестку дня включаем, он перенести, перенести. Сейчас здесь та же ситуация. Заболел. Конечно, может человек заболеть. Ситуация архистрессовая. Мы практически накладываем чёрное пятно, огромное, несмываемое, на всю оставшуюся жизнь. Внешний вид его состояния здоровья говорит, что человек склонен к диабету. И по его комплекции. Это всё вы сами, как вы видите. Нам он близок, потому что он много лет был с нами. И был первым честным журналистом Советского Союза, который единственное сказал правду обо мне, как о кандидате в президенты. Все остальные были про-ельсинские. День и ночь трубили в пользу Ельцина. Сейчас им стыдно. Они сейчас все замолчали. Или говорят наоборот. Но у него хватило мужества тогда, вот так бы выступить, единственный он. Дальше я почему взял семья? Я, например, недавно был развод. И там раздел имущества. Травма. Это тоже играет роль. Или с детьми какие-то неполадки. Психологический момент играет роль. Как? В каком состоянии был человек? Может быть, бывшая жена это ему подсуропила. Отомстить. Или кто-то из взрослых детей. Надо брать всё совокупности. Как это всё происходит. Вот. И надо биографию его знать. Насколько я знаю, он сын Юрия Владимировича Андропова. И быть сыном такого деятеля, это тоже на детстве его сказалось. В МГИМО он учился с внуком Брежнева в одной группе. Это тоже имело значение учиться в ВУЗе с внуком генерального секретаря. Это всё вместе взято. Он был связан с элитой военно-промышленного комплекса. И на первом этапе шла приватизация. И всё его окружение хорошо заработали. Они стали новой элитой. Поэтому надо всё брать в совокупности. У нас, конечно, были претензии к нему. Когда он предаёт нас в самый разгар избирательной кампании. Но причины, почему он идёт по спискам Справедливой России. Его дезинформировали. Вели в заблуждение. Сказали, что Справедливая Россия вторая будет правительственная партия. Обманули человека. Конечно, он чисто любит. Чё быть в оппозиционной партии, тебя долбают день и ночь. Как меня. День и ночь поливают грязью. Необоснованно. Но что делать? Такова судьба оппозиции. Ему, конечно, хотелось, как его родители, быть в правящей партии. Но зачем обманывать человека? Никогда Справедливой Россией не будет в правящей партии. Ещё под вопросом, будет ли она здесь в 2016 году. Пока она в пограничном состоянии. На слив. Или, может быть, там будет два депутата. Миронову стыдно, он не пришёл. Его депутаты лишают неприкосновенности. Это позор Справедливой России. И ему лично, Миронову. Я уверен, что руководство Справедливой России всё это сделало. Два года дело было назад возбуждено. Чё только сейчас решили заняться Митрофановым? Отомстить за 12-й год. Поэтому, если Сергей Евгеньевич станет вопрос о новом председателе комитета по информационной политике, прошу комитет отдать ЛДПР. У нас есть кандидатура туда, кому быть. Ибо он был дан комитет дополнительный, не Справедливой России. А вот под то голосование, которое обеспечил Митрофанов. Если Справедливая Россия кидает Митрофанова, плюёт на своего члена партии, был он в любом случае, сейчас нет, с всем фракцией, то, конечно, это не должно как премия оставаться у Справедливой России. Ну и последнее. Как нам избежать всего этого? Это может коснуться любого из вас. Я имею в виду, провокацию могут устроить. Бессонов там устроили ему в Ростове, якобы с кем-то он там дрался. Но всё же рассосалось, ничего же нету. А надо было тогда прижать КПРФ. Сейчас вашим паршином в Благограде будут заниматься, чтобы ещё раз прижать. Там у нескольких человек справедливой России. ЛДПР чиста. Некого и не за что прижимать. Что бы я предложил, чтобы мы все избежали такого позора? Ротация. Если мы знаем, что кого-то могут привлечь где-то как-то, то надо вовремя человеку дать возможность уйти из палаты. И тогда все от него отстанут. Ему же будет легче. Ничего бы Миронов ему не делал бы сейчас с уголовными делами, если бы он ушёл бы полгода назад, год назад-два. Но жадность быть депутатом до смерти. Давайте поможем депутатам вовремя уходить. Если есть хоть маленькое пятнышко. Ротация каждый год. Фракция решает, кто уходит, кто вместо них приходит. И мы избежим вот такого позора. Это позор не только для справедливой России. Для Госдумы. И для всей страны. Академия. 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 Академия.